Мировые дебаты. Лидеры 144 стран выступили в юбилейной генассамблее ООН. Важно использовать этот исторический шанс. Особо опасен. Полицейские разыскивают убийцу 26-летней жительницы Балхаша. Преступление до настоящего времени не раскрыто. Чистый четверг. Завтра всем городом балхашцы выйдут на уборку. До конца октября запланировали 4 чистых четверга. Голос мира. В Нью-Йорке прошла встреча глав 144 государств и почти 9 тысяч дипломатов в рамках 70-й генассамблеи ООН. Тема дискуссии юбилейного форума «Сирийский кризис. Распространение терроризма и роль ООН в решении мировых конфликтов». Президент Казахстана выступил с предложением перечислять в фонд организации 1% от военных расходов, чтобы бороться с бедностью и безграмотностью в мире. Также глава поговорил о необходимости освободиться от санкции, разработать наднациональную мировую валюту и перевести штаб-квартиру ООН из Америки в Азию, чтобы навсегда избавить мир от угрозы войны. В 21 веке центр развития смещается в Азию, самый большой континент мира, где живет две трети населения планеты. Именно здесь сосредоточены огромные ресурсы. Важно использовать этот исторический шанс, чтобы придать новый импульс взаимоотношениям государств с учетом этого процесса. Поэтому предлагаю подумать о переводе штаб-квартиры ООН в Азию. После выступлений с трибун всех участников состоялись личные встречи лидеров стран в закрытом режиме. Президенты России и США обсудили тему кризиса на Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Нашли много совпадающих позиций и решили работать вместе над этими пунктами. Тем временем, накануне выступления президента России Владимира Путина в Генеральной Ассамблее ООН неподалеку от здания прошла акция протестов против приезда российского лидера в Нью-Йорк и его агрессивной внешней политики. Путина в Генеральной Ассамблее ООН Уроженка Республики Туркменистан работала в одном из придорожных кафе. В мае этого года в 11 километрах поселка Гульшат нашли ее труп с признаками насильственной смерти. По словам полицейских, женщину изнасиловали и задушили. Уже почти пять месяцев правоохранители ищут подозреваемого в убийстве. Составлен фоторобот. Это мужчина в возрасте 22-25 лет, среднего телосложения, с овальной формой лица, прямым носом, узкими глазами и губами. На левой руке в области большого и указательного пальца имеется татуировка в виде точки. Со слов очевидцев, в последнее время подозреваемый часто общался с Гульшат Чулиевой и посещал ее работу. Смерть наступила в результате механической асфекции. Преступление до настоящего времени не раскрыто, в связи с тем жители Балхарш, знающих, имеющих какую-либо информацию по данному факту, просим обратиться по телефону 102-80-701-037-21-273 или 21-284. Вкладчикам тенеговых депозитов продлили сроки подачи заявлений на компенсацию. Оформить документы нужно до 1 декабря. Напомним, после девальвации национальной валюты власти республики приняли решение возместить некоторым вкладчикам курсовую разницу. Гражданам, чьи деньги хранились в банках второго уровня или ВАО «Казпочта», обязательно в тенге и не больше одного миллиона должны были подать заявку на компенсацию до 1 октября. Сейчас срок продлили на два месяца. До 1 декабря владельцам депозитов нужно обратиться в банк для его переоформления. Последствия лета. Завтра Балхашцев ждет общий чистый четверг. В городе стартует осенний месячник чистоты. На войну с мусором, который остался после теплых дней, выйдут почти две сотни организаций. С 10 утра их сотрудники будут убирать свои территории. Для этого коммунальные службы выделили 10 единиц техники. Фирмы микрорайона Конрад и станции Балхаш не исключение. А уже в субботу будут очищать общественные места. До 29 октября Балхаш ждет 8 генеральных уборок. Завтра начинаем первую уборку. До конца октября запланировали 4 чистых четверга и 4 субботника. Приглашаем горожан тоже присоединиться. Двигатель организма. На этой неделе весь мир отмечает День сердца. Заболевания главного человеческого органа ежегодно уносят жизни 17 миллионов человек. А в нашем городе на учете кардиолога стоят свыше 2000 балхашцев. Причем так пожилых, как и молодых. Специалисты говорят, что 80% преждевременной смерти от инфаркта и инсульта можно предотвратить. Так как же уберечь свое сердце, мы узнали у горожан. Бегать, спортом заниматься. Не курить, да, наверное, не пить, чтобы сердце не болело. И любить кого-то. Надо спортом чаще заниматься. Не употреблять алкоголи. Надо чаще улыбаться. Надо, ну, оптимистично надо жить. Человек должен сам себя любить сначала. Потом уважать других. Не держать ни на кого зла. Всегда желать людям добра, любви. Зарядкой заниматься. И на озеро ходить, плавать. Ходить почаще. Не нервничать. Пешком чаще ходить, побольше. Шевелиться. Мясо побольше на кушать. Здоровый образ жизни. Мало нервничать. Нужно любить, радоваться. Почаще ловаться. Личного не есть. Соблюдать все режимы. Прогулка утренний, вечерний. Надо не курить, ходить чисто. Смотреть за своим здоровьем. С утра до вечера надо упражняться. Двигаться побольше. Здоровый образ жизни надо вести. Не нервничать, в первую очередь. И, наверное, витамины, курс витаминов. Быть спокойным. И не нервничать, не переживать ни о чем. Жить жизнеразью. Балхашские кикбоксеры стали победителями республиканского турнира среди подростков от 11 до 15 лет. Спортсмены привезли из Тараза одно серебро и две бронзы. Это дебютный турнир для балхашской команды. 11-летний Нурадиль Алпсбаев, областной призер на республике, в весе 42 килограмма, провел три встречи. Две из них закончились победой. В последний он проиграл со счетом 3-0. Этот турнир научил меня многому. Чуть-чуть не хватило до первого места. Нужно было готовиться побольше. Бронзовая медаль соревнования в весе 45 килограммов досталась Алишеру Абильгазе. С таким же результатом вернулся домой Адильжан Туйшабаев в весе 39 килограммов. И на этом все. Электронный вариант наших новостей вы можете посмотреть на страничке телеканала в социальной сети ВКонтакте. Мы в эфире ежедневно в будни в 20.15. До свидания.